Улица Осетинская центральная в микрорайоне Волгарь. Однако после погодных качелей, когда то оттепель, то заморозки, состояние дороги на отдельных локациях оставляло желать лучшего. Это один из участков, о котором жители города чаще всего говорили в соцсетях. Ранее на Осетинской должны были обновить дорожное полотно, однако погода, снегопады повлияли на планы. Чтобы поддерживающий ремонт прошел качественно, необходимо было дождаться, пока циклон отступит, а службы благоустройства вывезут снег с проезжей части. Наконец, сложились благоприятные условия, дорожники продолжили привозить Осетинскую в порядок. Жители сразу же заметили изменения. Мы приезжаем сюда каждый день нянчим с внуками. Одного в первый класс, второго во второй класс. Водим, забираем. У нас две дочери здесь живут. Они водят машины сами и мужья, и поэтому, конечно, эти ямы, они создают неудобства. Конечно, хотелось бы желать лучшего, чтобы не было этих ям. Ну, молодцы, справляются, делают. Мы этому рады. Аварийный ямочный – это вид ремонта, во время которого специалистам на месте дорожного дефекта нужно сделать всего одну небольшую карту. Простыми словами, придать яме правильную геометрическую форму, чтобы уложить литую смесь. Перед этим, если есть необходимость, локации на проезжей части освобождают от талой воды или корки льда. Остальное дело высоких температур самой смеси, которую можно использовать даже в сырую погоду. Температура литой смеси где-то порядка 250-220 градусов. Поэтому по технологии, ну, как положено, так и кладем. А сами видите, мы убираем и воду, и снег. Так что только на сухой грунт. Остатки влаги выпариваются, и литая смесь ложится нормально, будет держаться. Муниципальный центр управления Самары совместно с Центром управления регионом круглосуточно мониторит ситуацию и комментарии горожан, которые они оставляют в социальных сетях. За прошедшие две недели жители обратили внимание на состояние дорог на конкретных улицах. В обращениях самарцы отмечали проспект Карла Маркса, улицы Нововокзальную, Блюхера, Осетинскую, Советской армии и ряд других. После поручения главы города Елены Лапушкиной при благоприятных погодных условиях специалисты оперативно возобновили аварийный ямочный ремонт. К моменту начала работ, когда подготовили объекты к заливке с альтобетоном, пошел интенсивный снегопад. В данных условиях работать было невозможно. В настоящий момент погода позволяет, то есть к ранее подготовленным картам, ямам, дефектам приступили к заливке литым. То есть эта работа производится как днем, так и ночью, то есть круглосуточно. Помимо аварийно-ямочного ремонта, специалисты продолжают устранять последствия циклона, который накрыл Самару с 20 ноября. Актуальные задачи обсудили во время еженедельного освещания в Департаменте городского хозяйства и экологии. По прогнозам синоптиков, осадки вернутся уже во второй половине текущей недели. До этого момента профильным службам поручили максимально обеспечить расчистку дорог, тротуаров, подходов к пешеходным переходам и остановкам, а также вывести с улично-дорожной сети скопившийся снег. Плюс к этому, учитывая, что в ночные часы возможен переход через ноль, это превентивная обработка отдельных участков тротуаров, особенно лестничных спусков и спусков-подъемов, противогололедными материалами для того, чтобы в ночные часы при этой температуре не образовывалась корка льда и не возникала зимняя скользкость. Всего с момента начала интенсивных снегопадов на площадке временного складирования доставили почти 17,5 тысяч тонн снега. Проезжая часть дорог расчищена и обработана, общественный транспорт следует по маршрутам беспрепятственно. На дорогах в частном секторе прочищен основной ход. Продолжают и откачку талой воды с низинных мест города. Днем 28 ноября в уборке всех городских территорий, включая дороги, тротуары, общественные пространства, внутриквартальные территории, приняли участие больше трех тысяч дворников и 238 единиц техники. Обратите особое внимание по посыпке антигололедными средствами вблизи непосредственно МКД, социальной сферы. Главы районов по-прежнему координируют все работы. На совещании также обратили внимание профильных предприятий, организаций и подрядчиков на необходимость рационально распределять ресурсы, чтобы техника и персонал выходили на максимум объектов в районах. Михаил Ермоленко, Сергей Баскин, События.